Как вы думаете, с какой периодичностью это стоит делать? Я еще раз, я не говорю, что это нужно делать, поскольку у меня одна подруга 15 октября умерла, провакцинировавшись, а вторая сейчас в тяжелейшем состоянии, провакцинировалась три дня назад. Я комментировать раз в полгода или еще чаще раз в год я не могу, зная вот такие примеры. Дайте вакцинацию, потом спрашивайте. Вакцины нету, я считаю так. А вы что-то изучали, смотрели, с кем-то с вами? Ну, я вообще-то изучаю, как бы в интернете, да, смотрю. Да, вакцина, она, наверное, будет помогать людям легче это все переносить. Вакцинацию нужно ставить, если ты не болел, потому что все-таки заражать остальных людей это все-таки не стоит. Ну, я сама переболела, поэтому пока что я не ставила вакцину. Нужно обязательно учитывать, сначала сдавать кровь на антитела, потому что многие этим пренебрегают и в итоге вылезают по бочке. Эта вакцина, она не от бессмертия. Она у нас только пока сегодня от группы возбудителей штаммовых вирусов. Но она реально спасает и помогает в легкой форме пережить ковид-инфекцию. В очередной раз говорит главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова и отвечает на основной вопрос, который волнует сегодня горожан. Как часто нужно вакцинироваться? Госуслуги регулируют не схему иммунизации, а регулируют вопрос, до какого времени действителен сертификат профилактических прививок. На самом деле есть распорядительный документ, есть национальный календарь прививок, есть актуальные методические рекомендации по организации проведения прививок. На сегодня, пока мы находимся в условиях развития пандемии, мы прививаемся каждые 6 месяцев. То, что прививаться нужно каждые 6 месяцев, настаивают и преподаватели медицинского вуза. Причина проста – иммунитет сохраняется недолго. На сегодняшний день все исследования, которые проводились, говорят о том, что максимально, в среднем, сколько может сохраняться длительность иммунитета – это около 6 месяцев. И где-то к 9-12 месяцев иммунитет практически угасает, начинает исчезать, и человек становится абсолютно восприимчив к заболеванию. Повторная вакцинация просто необходима. Пока раз в полгода, говорят медики. Уж слишком острая эпидобстановка по заболеваемости в мире. Как только ситуация стабилизируется, возможно, вакцинация будет показана раз в год. Врач-общественник Константин Емешин и рад бы прививаться каждые 6 месяцев. Но ему, как и многим другим, нужна уверенность, что вакцину каждый раз дорабатывают под новый штамм коронавируса. Если мы угадаем вирус, в этом вся особенность в том, что вирус мутирует, белковую оболочку он меняет, он просто переодевается. И получается таким образом, что мы не знаем, с кем мы боремся. Пока избрали такую тактику – давайте будем чаще ревакцинироваться. Все-таки она доработана? Технология, которая создана, она обеспечивает иммунный ответ. Цифры по заболеваемости и смертности бьют рекорды. Только за прошлую неделю в Алтайском крае с диагнозом ковид-инфекции ежедневно умирало по 30 и более человек. Фронтовые сводки может остановить вакцинация, повторяют эпидемиологи. Чтобы сформировать коллективный иммунитет и не терять массово родных и близких, нужно привить 60% проживающих в регионе. На сегодняшний день привито чуть больше половины.